Оренбург 30 апреля исполнилось 281 год. Почти три века назад город был основан по указу Анны Иоанновны. Правда, закладывался он трижды. Его главная особенность, которая известна каждому оренбуржцу, нахождение одновременно в двух частях света – Европе и Азии. Много известных личностей побывали здесь. Его прославляли в литературе и в песнях. Сегодня в программе «Тема дня» об Оренбурге поговорим с человеком, который очень хорошо знает этот город. Ведь 15 лет было его главой. Я говорю о Юрии Мещерякове. Юрий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Юрий Николаевич, когда вы слышите название Оренбург, вот какая первая ассоциация у вас приходит перед глазами? Вы знаете, даже сложно сказать, особенно когда вдали от Оренбурга, я слышу Оренбург, невольно начинает тянуться оттуда, кто произнес название нашего города, но чаще всего, наверное, ближе к экрану телевизора. Вот какая-то теплота от Оренбурга, от самого названия. Я все время говорю, в принципе, вроде бы по своему роду я не местный житель Оренбурга, но он уже стал в моей жизни главным городом, потому что я приехал сюда мальчишкой в 17 лет и практически всю свою жизнь прожил здесь. Поэтому Оренбург – это часть меня самого, я об этом всегда говорю. Это все равно, что части моего тела отнимешь что-то, вот это будет болезненно, так же, как я надолго не могу уезжать из Оренбурга. Оренбург и Оренбургская область пережили в этой весной серьезное потрясение, мощнейший паводок, которого не было, ну точно 100 лет, учитывая данные гидрологов. Вот как вы переживали эти сообщения, когда уровень поднимался? Смотрели ли вы также за всеми сведениями, которые давали гидропрогнозисты? И как вы общались со своими близкими, знакомыми, которые здесь живут? Ну, во-первых, я впервые услышал об этом, будучи в Москве, когда находился по телевидению о том, что в Оренбурге первые сигналы пошли вот такие тревожные по городу Орска, ну и, конечно, я, безусловно, сразу связался с оренбургскими, связался с первым вице-губернатором Балыкиным, чтобы узнать, что там, какая ситуация. Ну, он мне так довольно спокойно сказал, да, мы ожидаем паводок, и, скорее всего, он будет бурным, паводок, но мы готовимся. Ну, вот самое главное, чтобы я паводки в своей жизни, будучи в руководстве города, пережил не один, поэтому знаю, что такое паводок в Оренбурге, начиная с советских времен, 75-го года, когда я пришел уже работать в горосполком, в качестве первого заместителя председателя горосполкома, и до 87-го года, ну и вот уже в постсоветское время, ну, правда, в постсоветское время практически паводка-то я, как такового, на посту главы города не испытал, а вот в советское время, да, приходило время, середина марта месяца, мы уже готовили, как я в шутку говорю, лыжи, готовили плавсредства, танкетку, которую мы заимствовали у геофизиков, она стояла, так сказать, вот на чеку круглые сутки, потому что, ну, безусловно, таких, такого подъема Урала не было, самое большое, я помню, где-то около 9, ну и вся зауральная часть города плавала, это была уже норма, пугачи, кузнечный, сетцовка, это уже традиционно все плавало, но самое удивительное, вот народ не унывал, вот мы на танкетки подходим иногда ночью, вот, так сказать, как правило, всегда вот такие подъемы случались ночью, ну, понятно, за день там снег на полях, так сказать, вот набирал, запутает, да, начинаем светить, люди забирались на чердак, причем не только сами поднимали там и живность свою, и не только собак и кошек там, ну, все, что было, так сказать, ну, и так довольно весело, к каждому дому было привязано лодкой, когда мы кричали, спускайтесь, давайте, готовили там какие-то помещения для переселения, их там, ну, нас посылали покрепче, говорили, идите отсюда, кто вас сюда зовет, у нас здесь все нормально, как-то вот такой паники не было, потому что, наверное, уже как-то население привыкло, особенно зауральная часть города, ну, вот район Бюрт, там, вот, тоже такие небольшие там, да, я скажу, участки, ну, а то, что случилось в этом году, это действительно трагедия, это, вот, я с болью, безусловно, я прилетел, я практически был все время в городе Оренбурге, видел, так сказать, вот наяву, что происходит, ездил много по городу, ну, вот, с природой не поспоришь, все ли, так сказать, был, безусловно, присутствовал и человеческий фактор в том, что там произошло, вот, такой подъем Урала, ну, наверное, это органы, кто сейчас занимается, там, дадут оценку всему, разберутся, но самый главный вопрос не в этом, вопрос уже в том, что пережили, как помочь сейчас людям выйти из этого состояния, максимально оказать помощь и материальную, и финансовую, чтобы, так сказать, ну, и, конечно, я скажу, что и какую-то такую психологическую, потому что часто показывают фрагменты по телевидению, особенно в Орске, когда люди, как бы, первую волну пережили, когда их там спасли, и вторая волна – это когда они сейчас, где уходит вода, вернулись в дома и увидели, что, так сказать, там по факту дома, поэтому здесь надо, чтобы наряду вот с финансовой, материальной помощью, конечно, психологи позанимались тоже с народом там, где особенно тяжко, особенно там, где пожилые люди. Вот вы хорошо знаете город, вы сейчас видите, как выглядит инфраструктура, которую полюбили, действительно, оренбургцы, мы стоим на набережной. Как вы думаете, сколько времени Оренбургу, Орску потребуется вообще восстановить хоть что-то, ну, хотя бы до каких-то нормальных, не шикарных, но нормальных стандартов? Ну, сейчас сложно сказать, надо будет об этом говорить, когда сойдет вода, потому что все разрушения, которые, так сказать, будут сопутствовать такому разливу, а не вот обнажаться, когда сойдет вода, и увидеть, что надо восстанавливать, в каком объеме. Ну, наверное, тогда уже можно будет говорить. Очевидно, это не один год. И о затратах, да, я думаю, что да, я думаю, что да, потому что вот мы даже смотрим на набережную, она практически затоплена вся, сколько здесь было затрачено, я не только говорю финансовых затрат, здесь и усердия, и людские затраты, да, с каким усердием это все готовилось, я скажу, прекрасная, красивая набережная, и чтобы восстановить, я думаю, что в один год навряд ли получится, надо будет время какое-то. Ну, а время это уже определит истинное состояние после паводка. Юрий Николаевич, вам часто удается вот прогуляться просто по Оренбургу и посмотреть на происходящее? Нет, в последнее время как-то нет, наверное, потому что, ну, все-таки, в большей мере, так сказать, по времени я присутствую там в Москве, но когда бываю в Оренбурге, а в Оренбурге, ну, раз в месяц я обязательно бываю в Оренбурге, конечно, я прихожу на Советскую, а может быть, не всю Советскую, с учетом ремонта, который идет, причем не просто ремонт, а прекрасный ремонт, вот посмотрите, гранитные плитки, я даже в свое время во сне не мог предполагать, что можно Советскую одеть в гранит, это по опыту, будем говорить, с Санкт-Петербурга, там и других городов, поэтому всегда с удовольствием прихожу сюда, потому что, ну, Советская – это история, история не только города, это история Оренбургской области, потому что здесь возрождалась столица, здесь закладывалась, как ты уже сказала, трижды, как у нас, трижды рожденные, или трижды зачатые, да, один рост рожденный, да, Оренбург, здесь много исторических памятников, просто, может быть, не всегда молодежь знает, вот это надо чаще рассказывать, но мне довелось больше, так сказать, пообщаться с историей этих зданий, памятников наших, как-то мы больше увлекались, и в советское время, с Гарантином Юрий Дмитриевичем, а тот вообще долго был, тот знал, но если не каждое здание, то практически через здание, кем и что оно было рожденное, всех архитекторов, скульпторов, поэтому действительно город богатый именно памятниками. Вам все нравится сейчас в Оренбурге, или есть все-таки какие-то аспекты, детали, объекты, которые вы бы, например, не стали делать со своей командой, и своей бы команде не разрешили? Настя, ну, вы знаете, это, наверное, так же, как у художника, у каждого художника есть свой почерк, поэтому это, в первую очередь, зависит от главы города, это раз, от архитектурной группы, которая, так сказать, вот занимается обликом города. Конечно, что-то бы я, может быть, сделал немножко по-другому, не так, как делается. Но еще раз говорю, о вкусах не спорят, но есть одни вкусы, которые должны, так сказать, нравиться гражданам, в первую очередь, не только там главе города, или, так сказать, его там помощникам, замам. Надо, чтобы это нравилось людям. Я помню, хорошо начали выставлять какие-то архитектурные композиции по улице Советской, и я знаю, что, так сказать, всколыхнули народный гнев, и люди стали писать, а зачем это там некрасиво, это... Поэтому что-то я заставлял убирать, если, так сказать, такие отзывы были. Ну, а так, ну как, ну, по-разному. Больше слышишь людей, когда особенно появляешься на Советской, часто люди подходят, причем зачастую подходят там с такой просьбой, что вы совсем вернулись, вы наконец-то вернулись в Оренбург. Я всегда говорю, я не уезжал никуда из Оренбурга, поэтому что-то да, что-то бы я, может быть, немножко по-другому бы сделал, но еще раз говорю, об этом не спорю. А есть еще какие-то объекты, которые бы вы сказали, вот я тоже хотел свое время, но не получилось у нас, а вот зато сейчас есть? Ну, есть таких площадок много в городе, которые, может быть, в плане благоустройства хотелось бы более, так сказать, сделать такие, как мы говорим, цивильные. Это, вот, возможно, доведется, поедем на нашу аллею героев, да, там бы тоже надо было обустроить, где добрый ангел мира стоит, потому что это же вот такие пятачки, куда приходят люди, а вот куда приходят люди, их и надо обустраивать, чтобы людям было комфортно находиться там, и, так сказать, люди восхищались этим делом. Конечно, я мог бы назвать, может быть, ну, не знаю, много ли, но пяток-то уж точно бы назвал, где бы, наверное, вот так можно было бы, если была бы такая возможность. Поэтому я при встрече с губернатором, а с нашим уже вот, Денисом Владимировичем, ему высказал слова благодарности за то, что действительно он довольно много уделяет внимание областному центру. И те средства, которые выделяются на областной центр, я всегда говорю, господи, если бы хотя бы одно десятое средств там в свое время появилось бы у нас, в бюджете, которые могли бы вкладывать в город, мы были бы счастливы. Я помню, когда перед выборами в Госдуму нам, по-моему, 24-м областным центром России выделили по 500 миллионов. И я даже чуть не задохнулся от счастья, когда это было провозглашено. На Старой площади нас собрали всех глав областных центров России. И я еще переспросил у Володина, вы не ошиблись? Точно 500 миллионов дадите на... Причем это на областные центры. Поэтому, конечно, слова... Ну, в городе делается действительно много. Я не могу сказать, что... Возьмите ту же набережную. Мы только сейчас об этом говорили. Какая красавица. Да, я знаю, критикует, склоняет. Там какие-то брак, там спуски. Но все это уже поправимо. Конечно, здесь должен быть контроль. Еще раз говорю за этим. Во-первых, это должны специалисты смотреть. Не просто дилетанты контролировать. Я даже не в плане того, что там, так сказать, наказывать, не наказывать за бесконтрольность. Это уже второй вопрос. Там те, кому положено, безусловно, будут давать предписания, наказывать. Но самое главное, такие объемы рождаются в городе. Вот комфортные для наших жителей. Юрий Николаевич, какое любимое у вас место? Есть ли время? Ну, есть... Да мне... Ну, не все любимые. Все любимые. Ну, может быть, одно какое-то самое яркое. Ну, наверное, я как-то вот так, ирония судьбы практически ко всем как-то приложил руки. Ну, памятник Гагарина. Это детище. Ну, просто мое детище, так сказать, изначально. Я очень много рассказывал об этом. Наш монумент на проспекте Победы, посвященном Великой Отечественной войне. Мы его с Юрьевичем Гарантиным просто с нуля начинали вынашивать, убрав то, что было там до этого. Ну, вот в том виде, в каком он есть, хотя бы еще раз говорю. Может быть, это далеко не идеально и далеко не супер-пупер, как мы говорим. Но, во всяком случае, еще раз говорю, там, где мы проводили в свое время парады, ну, я много мог бы назвать аллея героев, не знаю. Еще раз. Ну, кстати, я предлагаю съездить как раз в сквер 4 апреля, где находятся аллеи героев. Юрий Николаевич, вот мы находимся сейчас в одном из ваших любимых мест. Это сквер 4 апреля, где есть и доска почеты, и аллея героев, и добрый ангел мира. Вот расскажите, мы знаем, что в 2008 году вы открывали, это было торжество. Идея была ваша создать его в том виде, или вы с кем-то посовещались, чем решить такой объект. Ну, вы знаете, я даже не знаю, такое течение в целом в России прошло создание подобных памятников, добрый ангел мира. Ну, первое было, так сказать, рождено в Москве, и тогда была создана комиссия, причем туда вошли очень известные люди. Ну, вон, можно прочитать на плитах у доброго ангела мира. Они сюда приезжали. Это ведущие были телевидением, ДТРК. Это Николай Николаевич Дроздов был членом президиума. И не знаю, иронии судьбы, вот взяли и ввели меня туда, членом президиума этой комиссии. Она программа называлась в целом по стране, добрый ангел мира. Но она настолько широко шагнула, что не только в России. Я знаю, что эти памятники были поставлены во многих, в Эфиопии, на Кубе, во многих странах мира. И причем инициаторами была именно Москва. И тогда они обрастали не только российской публикой, но и обрастали в целом как символ, добрый ангел мира. Мира, он и был назван по всему миру. И однажды на одном из заседаний зашел разговор, Юрий Николаевич, а вот вы, так сказать, приглашали меня там, в том числе и зарубежно открыть этих памятников. Я говорю, подождите, друзья, что мы там за рубежом, где-то за рубежом ставим? А давайте в Оренбурге моим родном поставим. Ну, тогда переглянулись эти ребята, все члены президиума, причем, я говорю, там много было довольно известных академики нашей большой академии. И так переглянулись и сказали, ну, почему бы и нет. И вот так родилась идея создать этот памятник в Оренбурге. Причем, когда зашел разговор, он далеко не дешевый, этот памятник. И я сказал только при одном условии, что я ничего платить не буду, это если мы говорим добрый ангел мира, пусть он будет как добрый и, так сказать, в Оренбурге, ну, за счет спонсорской помощи, которую подпитывали вот это течение. Вот так родилась идея, родился этот памятник. Когда его изготовили в Москве, встал вопрос, можно в том виде, как он просто покрасить, и можно его позолотить. И тогда сказали, ну, вы возьмите золочение на себя. И я помню, мы очень долго искали, это я с Владыкой Валентином связывался, сусальное золото. Ну, хотелось бы, чтобы он хотя бы в таком виде, в каком он сегодня стоит. Ну, сказали, что уже эти времена ушли, когда церковь располагала вот таким объемом социального золота. Ну, одним словом, чтобы долго не рассказывать, нашли мы в Москве, встал вопрос, а где его ставить. Вот это место, где мы находимся, оно, не могу сказать, что совсем было заброшено, оно было такое неуютное, оно действительно, можно сказать, хоть и в центре находилось. И мы тогда приняли, на архитектурном совете, приняли, что именно здесь поставить, в центре города. И я тогда попросил, закрепил первого зама, Виктора Петровича, там тех, что вот ты у меня будешь ответственный, разработали проект, и началась здесь работа. Вот все, что вы видите, это было создано, ну, я не знаю, ну, максимум за 2-3 месяца. Это привели вот этот пятачок парковый, да, здесь полгорода работало. И уложили плитку, и самый главный стал вопрос вот этой стелы. И там вот на этих плитах написано, кто участвовал в этом деле. Этот памятник строителей начали, Болтенков Евгений, он со своей, так сказать, там дружиной, так сказать, дружиной строителей соорудили этот памятник, вернее, вот эту стелу. Ну, одним словом, привезли вот этот добрый ангел мира и поставили его. Но наряду с этим возник вопрос, а почему бы возле этого ангела не сделать вот аллею героев, как мы ее назвали. И тогда встал вопрос, что не надо там, так сказать, символизировать только, что герои соцтруда. Давайте всех героев города Оренбурга, кто проживает, независимо от того, где он родился, в Переволодском районе, там, в Шарлышском, да, те, которые приехали и либо умирали здесь, живя в Оренбурге, либо, так сказать, были живыми. Вот так появилась идея, вот так появились вот эти доски с постаментами на этой, причем отозвались очень активно наши заводы, отлили вот эти венки, в том числе наша архитектурная, скульптурная группа Ямаева, Александр Борисовича и некоторые заводы отливали эти венки, плиты на машзаводе отливали. Ну, а дальше уже параллельно возникла идея и организовать городскую доску почета. Да, где ее? Ну, наверное, вот само место, так сказать, или сотворение мест, люди, которые, так сказать, заслужили вот такой почет, герои России разного, так сказать, иссот струда, герои просто России, так сказать, которые, ну, в Великой Отечественной войне как-то, так сказать, там заслужили это имя. Вот так появилась здесь лучшие люди, доска почета. Мы каждый год подводили итоги. Очень много, так сказать, на конкурсе участвовали, предприятия давали, так сказать, свои кандидатуры, все учреждения, так сказать, потому что здесь, ну, практически все основные профессии, которые представлены в городе Оренбурге, представители их находятся здесь на доске почета. Юрий Николаевич, вы почетный гражданин Оренбурга. Вот что это звание вот дает вам или какие-то обязательства он накладывает? Вы как-то должны себя вести перед обществом? Или, не знаю, вот объясните, пожалуйста, нам, Оренбург, как быть почетным гражданином Оренбурга? Ну, вы знаете, я, честно говоря, не ощущаю этого. Я как был, как я в шутку говорю, по почетным я гражданин, а по нечетным я был глава города. Поэтому, ну, как-то какого-то обременения я не чувствую. Как я был, я остался, ну, сказать, патриотом, может быть, громко будет звучать, но действительно, я люблю этот город. Я вложил в него душу свою, все, что во мне было. Я здесь вырос, и как гражданин, и как руководитель, и практически все статусы и титулы, которые я при своей жизни приобрел, я получил в этом городе. Поэтому он для меня очень дорог. Каждый пятачок. Я не могу спокойно смотреть, проезжая по городу, когда где-то заваленный забор, когда там опора стоит не так, провода повисли. Вот это, вы знаете, оно уже, наверное, в крови. Это все равно, что нервы у меня. То есть потянуть, я провод вижу, такое впечатление, что меня дернули за какой-то нерв. Ну, наверное, вот так как-то присох к этому городу. Но за последнее особенно десятилетие я был членом Конгресса Совета Европы 10 лет. Много бывал за рубежом, на заседание в Страсбург летал. Конечно, европейские города красивые, но я всегда с завистью смотрел, смотрел с точки зрения, почему там красиво в моем родном городе. Нету этого, да. И я приезжал, и все, что мог, так сказать, вот как-то перенести сюда, на родной город, я старался сделать здесь. Иногда вот эти идеи приезжал, озвучивал их на совещание, там, большом ли, малом. И я знаю, как мои замы вздрагивали, а вот еще что-то глава там откуда-то приволок, придумал, что-то еще, так сказать, будем напрягаться, наделать. И всегда как-то вот с какой-то насторожностью относились к каждой подобной идее, а выполним ли мы. Ну, я всегда говорил, глаза боятся, руки делают. И за все, чтобы мы не брались, мы обязательно доводили до лома, потому что у всех было единое желание, чтобы наш город процветал, был уютным и красивым для проживания наших городов. Юрий Николаевич, в начале программы мы говорили о том, что день рождения 30 апреля у Оренбурга. Вот, наверное, самое время сказать поздравления нашему Оренбургу. Да, я, вот, действительно, мы очень хорошее время с вами сегодня встретились. Я хотел бы поздравить наших горожан вот с наступающим праздником, днем рождения города. Я всегда с трепетом относился, вот в преддверии этой даты. Ну, понятно, 30 апреля мы не так широко отмечаем, да, больше проводили какие-то конференции, какие-то непосредственно в местах наших бюджетных учреждениях, какие-то дома культуры. какие-то мероприятия, посвященные этому дню. Наиболее, так сказать, день города мы так широко проводим всегда по осени. Мне часто задавали вопросы, почему осенью и 30 апреля? Ну, как-то за лето, как я в шутку говорю, мы немножко подшаманим город, приведем порядок. Хочу пожелать всем нашим горожанам здоровья, самое главное. Мы непростое время с вами живем. Я понимаю, как тяжело тем людям, которые попали вот, так сказать, вот в эту неприятность, будем говорить, беду в полном смысле слова, всем пережить. Я думаю, что все встанет на свои места. Надо только, единственное, органам власти всех уровней помочь горожанам и арчанам и в целом жителям, кто попал вот в эту, так сказать, беду оказать помощь, как мы уже говорили, материальную, финансовую и самое главное гуманитарную, психологическую, чтобы люди не так отчаивались. Здоровья всем, благополучия, процветания нашему городу. У нас есть все возможности, чтобы наш город был один из лучших городов Российской Федерации. Спасибо, Юрий Николаевич, за интервью. Пожалуйста. Редактор субтитров А.Семкин